Например, кусочек белого хлеба и три хлебца будут содержать одинаковое количество калорий. Примерно по 100. Но что вас больше насытит? Или половина шоколадно-орехового батончика и килограмм помидор. И то, и другое. 250 калорий. Представьте. Здравствуйте! Я Светлана Никитчук, дипломированный нутрицеловок и автор курсов по здоровому снижению веса. Самая заветная мечта, не побоюсь назвать любого человека, чтобы можно было не ограничивать себя в еде и при этом не поправляться или даже худеть. Мечтайте, ведь мечты сбываются, нужно только изучить пути к ней. Так и сделала кандидат наук, диетолог и эксперт в области пищевого ведения с 50-летним стажем Барбара Роллс. Она подробно описала принципы новой тогда диеты в своей книге The Volumetrics Eating Plan. Которую мы сейчас называем волюметрической диетой. Она вошла в топ-3 самых эффективных диет 2018 года, заняв второе место. По версии весомого американского журнала US News & World Report, а по версии журнала Forbes, самая действенная диета. Все гениальное просто. Барбара Роллс предложила питаться до сыта, но при этом замещать продукты. В первую очередь употреблять те, у которых больше масса, волюм, объем, но низкая калорийность. И не забывать о полезных растительных жирах. Эти продукты большей частью состоят из воды и богатой клетчаткой, но низкокалорийны. При этом мы чувствуем сытость. Так что же такое насыщение? Как его описать? Сытость – это противоположное состояние голоду, при котором ощущается физическое утяжеление в желудке, получение питательных веществ и эмоциональное удовлетворение. Именно насыщение было заложено как железобетонный фундамент волюметрической диеты. Когда мы съедаем значительную по объему порцию, но низкую по калорийности, но при этом мы ощущаем сытость. На самом деле, Барбара Роллс сумела применить знание физиологии тела человека и индекса насыщения продуктов. Именно зная, как происходит насыщение, предложила подстроить питание так, чтобы оно наступало быстрее, а калорийность при этом была максимально низкой. Смотрите, вот желудок. Вот здесь, наверху, находится центр насыщения. Когда мы едим, пища заполняет его, и когда пищевой комок достигает рецепторов насыщения, они срабатывают, а мы говорим, все, у меня полный живот или в меня больше не лезет. Желудок еще не разобрался, чем мы его накормили. Ему нет никакой разницы, что вы съели, двойную порцию греческого салата или половину торта. Он растянулся, наполнился и сигнализирует нам остановиться. Этим обманом можно пользоваться и при обычном питании, и тем, кто не придерживается никаких диет, но следит за фигурой. Перед тем, как заказать наивкуснейший Наполеон, в 100 граммах которого на минуточку 470 калорий, съешьте порцию овощного салата. И только потом кусочек торта. Во-первых, вы не сможете его доесть, а во-вторых, вам не захочется добавки. Ставьте лайк, если сделаете так в следующий раз. Таким обманом желудка пользуются хирурги при лечении ожирения, резекция, шунтирование, бандажирование желудка. Их главная цель уменьшить желудок или вызвать насыщение при минимальных объемах порций. И, конечно же, результаты снижения веса хорошие. Следующая хитрость волюметрической диеты – это количество инсулина, которое повысится от съеденной пищи. Об инсулине я более подробно рассказала в видео о жире. А мы продолжаем. Вот как следует разграничивать продукты по волюметрической диете. Делим продукты по калорийности на 4 группы. Первую группу можно употреблять в любое время суток и в любых количествах. Несладкие фрукты, овощи без крахмала, нежирные супы, чай, кофе, вода. Вторая группа – незначительные ограничения. Цельнозерновые группы – зеленый горошек, крахмалистые овощи, фрукты, фасоль, куриная грудка, рыба, нежирная говядина в умеренных объемах, молочка со средней жирностью. Третью группу – только маленькими порциями. Мясо, яйца, хлеб, белый рис. Четвертая группа – крайне редко. Масла, семечки, орехи и десерты, а также сладости, копчености, фастфуд и прочие рафинированные продукты. Почти никогда или крайне редко. Рекомендуется замещать продукты третьей и четвертой группы на приоритет первой и второй. При этом совсем исключать какие-либо группы недопустимо. Также используйте минимальную термическую обработку. А если почувствовать насыщение не удалось, съешьте еще одну небольшую порцию. Считают, что при таком рационе может все-таки не хватать кальция, поэтому советуют восполнять это творожными продуктами и вадами. Долго питаться овощами и фруктами не получится. Организм быстро поймет, что не получает питательные вещества. И чувство голода обострится. Появится вероятность срыва. Поэтому нельзя забывать о продуктах второй и третьей группы. Несомненным плюсом этой диеты – возможность увеличивать объемы. Не наелись, взяли еще одну порцию из продуктов первой группы. Суточная калорийность в олюметрической диете равна 1400-1500 калорий. Соблюдая ее, вы закрываете сразу две острых проблемы людей, снижающих вес. Во-первых, нет чувства голода, а это важно. Сытость не дает зацикливаться на калорийных продуктах. И во-вторых, нет превышения суточной калорийности. Какой продукт насколько насыщает? Посмотрите таблицу или шкалу продуктов по насыщению. Такая напоминалка, какие продукты обладают высоким индексом насыщения, а какие низким. Как ни странно, самый высокий индекс насыщения у картофеля, а самый низкий у круассана. Например, кусочек белого хлеба и три хлебца будут содержать одинаковое количество калорий. Примерно по 100. Но что вас больше насытит? Или половина шоколадно-орехового батончика и килограмм помидор. И то, и другое. 250 калорий. Представьте, какая разница в объеме. Не важно, что вы съедите, главное, не превышайте калорийность. Этой фразой часто кидаются тренеры и нутрициологи. Получается, мы можем съесть любимых сладостей на 1300 калорий и будем худеть далеко не всегда. А даже если и будем худеть, конечно, не за счет жира, а только за счет воды, мышц и потери коллагена. Результат мы видим на волосах, коже, не говорю уже об эмоциональном состоянии. В снижении веса важны не только калории, но и насколько вы сыты и пропорции белков, жиров и углеводов. Еда на диете обязательно должна быть вкусной и насыщать, чтобы не было желания заесть прием пищи сладким. После скучной курицы и гречки обязательно появится непреодолимое желание съесть булочку, пирожное, чипсы, так сказать, раскрасть еду. А это значит срыв. Необходимо насыщать желудок, радовать и даже удивлять вкусовые рецепторы. Глаза. Даже аромат должен удовлетворять ваше обоняние. Третий принцип полиометрической диеты – разнообразие и вкусовое удовольствие. Главный недостаток – это ограничение жиров в рационе. Количество транжиров и насыщенных жиров снижать нужно. Но как же бесполезных ненасыщенных? Рыбий жир, растительные нерафинированные масла, семечки, орехи, источники витаминов, микроэлементов и выработки полезного холестерина. Без них невозможно сохранение молодости и активной мозговой деятельности. Вам придется принимать дополнительно БАДы для устранения дефицитов жиров. Вам не следует придерживаться этой диеты, если ваша потребность в калориях намного больше, чем 1400-1500 калорий. Скажем, 2,5-3 – это явное противопоказание. Для улучшения результата Барбара Роллс рекомендует физическую активность. Если это невыполнимо, то увеличение двигательной активности в течение дня. Снижать вес – это не так сложно и затратно, как кажется. Подойдут обычные продукты из ближайшего магазина и сезонные овощи и фрукты. Худеть и быть сытым возможно. 13 тысяч участников моих курсов здорового снижения веса вам это подтвердят. Оставляйте заявку. Она не обязывает вас проходить курс, а напомнит вам о начале его и условиях проведения. Ссылку на анкету прикрепляю ниже к видео. На сегодня у меня все. С вами была Светлана Никитичук. Обязательно увидимся снова. Подписывайтесь на мой канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok